Значит, есть у нас два резонансных контура, первый на филитровом кольце, первая катушка со средней точкой, второй резонансный контур, есть у него конденсатор 200 нФ, и второй контур, у него также есть конденсатор, двигается внутренняя катушка свободно, для начала давайте найдем резонанс в первичном контуре, вот она первая гармоника, теперь нужно найти максимальную точку, вот 57-58 кГц, теперь зная эту частоту, нужно замерить индуктивность данной катушки, и по калькулятору рассчитать, замерил катушку, индуктивность получилась 53 мкГц, давайте найдем емкость, необходимая емкость для данной катушки на частоту 57 кГц, 147 нФ, подобрали емкость, приблизительно 140 нФ, подключили еще парцелумы, смотрим, видим сигнал фазы, со второго контура, совпадает с первой, он у нас в базе, со второго контура, совпадает с первой, он у нас в базе, теперь давайте добавим во вторичный контур емкость, приблизительно 10 нФ, и посмотрим, что будет, видим синий луч, относительно желтого смещается вправо, что будет, давайте добавим 20 нФ, давайте добавим 20 нФ, вот, добавили 20 нФ, Видим, синий луч еще сильнее сместился вправо. Теперь в 20 добавим еще 10. Видим, синий луч еще сильнее сместился. Добавим еще к изначальной емкости 3,2 мм. Видим, пересечение оси X с желтым лучом происходит как раз практически на вершине синего луча. Но немножечко не совсем, так бы синий луч надо еще немножко вправо сдвинуть. Это можно сделать более тонкой подстройкой частоты. Вот я сейчас увеличиваю частоту и видим, как синий луч свежает вправо. Видим, я увеличиваю частоту и синий луч свежает вправо. Таким образом можно более точно подстроить смещение в 90 градусов. Также если еще больше добавить емкости, то фаза второго контура относительно первого сместится на 180 градусов. Таким образом можно добавить емкости. Добавляем емкости. Добавляем емкости. Добавляем емкости. Добавляем емкости и конденсаторы. Видим, что у моего сигнала в файле. Теперь вместо того, чтобы добавлять емкость во вторичний контур, мы будем просто добавлять чистоту и генератор. Добавляем емкости. Видим, что фаза тоннель сместилась на 90 градусов. Но при этом мы съехали. С резонансной частоты и амплитуда очень сильно упала. Добавляем емкости. Добавляем емкости. Добавляем емкости. Добавляем емкости. Добавляем емкости. Добавляем емкости. Сигнал. Видим сплошной сигнал. Чистая синусоиды. Ничего не пряжет. Сплошной сигнал. Контура в резонансе. Итак, теперь вот вопрос. Есть вот такая схема. Кто автор данной схемы, говорить не буду. Но автор рассказывает про ее настройку следующее. Данным конденсатором мы подбираем резонанс. Частоту резонанса на частоту пушпула. Так как у меня в пушпуле электронный. И частота в нам регулируется цифровым генератором. Я здесь могу настроить лимону частоту. А этим конденсатором автор говорит, нужно его подбирать таким образом, чтобы в точках А и В получилась пляшущая синусоидна. Или так называемые рыбки. Рыбки эти должны получиться при сжимании графика. То есть вот таким вот образом я сжимаю. И у меня здесь должны получиться рыбки. Но рыбок нет. Так же я проверял, делаю эксперименты вот. С данным пушпулом, ключом, усилителем двухканальным. Абсолютно получается смещать фазу на 90, на 180 градусов. Но рыбок нет. Есть четкий резонанс. В первичном, во вторичном контуре смещается фаза емкостью. Отлично. Но нет рыбок. Возможно кто-то может подумать, что схема неправильная. Но схема на самом деле оригинальная. От автора. Вот тут даже печать есть. А рыбок нет. В общем, если кто знает где рыбки, пишите в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова